Баганде Рудберг Хеллингер, с работой на уровне Духа, с работой со своим сознанием, с эмоциями, с чувствами. Я думаю, что вы все уже относитесь к той категории людей, которые понимают и осознают, что чувства и эмоции — это категория ума. И наш курс «Кармный Две», о котором мы сегодня о вам будем рассказывать, он как раз о том, как развивать свое мышление, как формировать у себя привычки и навыки осознанности. Мне в последнее время очень понравилось такое выражение. Не говори мне об осознанности, просто расскажи мне и покажи, какие у тебя взаимоотношения со своими близкими. Какие у тебя отношения со своей матерью, со своим ослом, со своей женой, со своими детьми. И будет видна вся твоя осознанность, потому что мы не можем называть себя осознанными людьми, когда в нашей жизни есть близкие, с которыми у вас плохие взаимоотношения. Если мы говорим о карме, то здесь закон Гумеранга срабатывает на 100%. И во всех знаниях кармических есть такое выражение, оно как бы понимание, что если в твоей жизни есть хотя бы один человек, с которым ты испортил взаимоотношения. А так как мы с вами практически все мыслим неправильно, изначально, мы так с вами устроены, нам очень смещены с вами акцент, скажем так, материальной ценности. Нам кажется, что, скажем так, вещи существуют сами в семье. И мы сейчас с вами обязательно об этом поговорим. Мы, в принципе, начнем нашу сегодняшнюю презентацию с древнего тибетского знания. Расскажет мой муж, он расскажет вам пророчку. Давай-лама говорит о том, что люди, которые услышат об этом знании 3000 раз, их сознание трансформируется, и они научатся видеть вещи напрямую. Вот так называемую пустоту, пустотность. Это не там, где ничего нет, это там, где я понимаю, что весь мир направится. Все, что происходит в моей жизни, это то, как я мыслила раньше, это то, какие действия я принимала раньше. И те, кто понимают ручку, это люди, чем они отличаются, ну, скажем так, в своем большинстве, люди, которые несут 100% ответственности за все свои действия в своей жизни. за все, за отношения в своей семье и за отношения со своими близкими. То есть у них, они никого не обвиняют, у них нет кого-то плохого, у них нет кого-то глупого или непонимающего, потому что они 100% осознают, что все исходит из меня. Вот, и я сейчас предлагаю, здесь есть 18 пунктов, у нас мы будем сегодня, скажем, подарим кому-то из вас нашу драгоценную начинственную книгу, что мы называем «Карма любви». И я думаю, что мы подарим эту книгу тому, кто сейчас вот в этом учении проручку наметит 18 пунктов. Ну, вдруг у вас это получится. Задание сложное. Я вам скажу, что эти знания, это сложнее, чем высшая математика. Я не очень глубока, конечно, в антовой физике. Это сложнее, чем в антовой физике. Мы ежедневно тратим на изучение этого понеслых часов. И изучать это, не медитируя, то есть не имея четкого внутреннего концентрации, вообще бесполезно. Что самое ценное вообще вот есть в тех знаниях, которые мы сегодня вам расскажем, это то, что они дают возможность освободить половину нашего ума, половину нашего сознания от негативного мышления. Потому что «Карма» — это то, что работает на 100%. Все наши мысли, зависти, нерадости, злость, эгоизм — все это всходит обязательно. И люди осознанные от неосознанных, чем их жизнь отличается. Осознанные люди, они полжизни живут и мучаются, прорабатывая себя несовершенного предыдущего. И вторая половина жизни, она становится, ну, скажем так, более светлая, счастливая и удачная. Неосознанные люди, они гребут полжизни под себя. И потом где-то после 42, 46, 50, 52 в их жизни происходит очередной мега-духовный кризис, они ломаются, они не способны зарабатывать деньги, они не способны создавать хорошие отношения. Поэтому, вне зависимости от возраста, от статуса, эти знания работают на 100%. Это не то, что иногда срабатывает, а иногда нет. Это работает на 100%, если мы берем на себя ответственность их изучать и практиковать. Вот так что, пожалуйста, 18 пунктов. Если сейчас кто-то наметит, но если не хочется, не волнуйтесь, то мы, вопреки способом, вам еще подойдем. Сейчас будет знание у ручки. Мы сказали, что... Кто слышал вообще такое понятие, как пустота или пустотность? Кто? Пустота, что она там витил. Ну, пустот. Ну, на Востоке вот, ну, принято. Сформа, форма, это пустота, да? Такое слово? В общем, есть, ну, древнее такое понятие, и его еще... Ну, для меня, как бы, понятнее, когда говорят пустотность. Потому что пустота для нас, да, для нас там слишком много ассоциаций. И, получается, для нас, ну, для многих, как абстрактные вещи, получается, вот, когда мы слышим, что, там, мы все, там, части одной души, да? Что для нас они конкретной практической, практического ничего не несут за собой. То есть мы не можем как будто это использовать в жизни, это не касается нас жизни, это где-то на каких-то других планах, а конкретно нашей жизни это не касается. Что это, ведь это какая-то философия, которая не связана с жизнью, как будто с реальностью нашей. Так как, вот, именно Марк Воробович, который написал, вот, в частности, вот эту книгу, о которой мы говорим, карма любви, и что такое карма, это то, о чем говорил там Христос, что всем... Что посеешь, то и пожнешь. И это в буквальном смысле так, и мы это тоже воспринимаем часто, как что-то, что не касается, ну, напрямую нашей жизни, а что-то, что как будто, ну, иногда, да, иногда нам может что-то возвращается, как будто то, что мы сделали, но мы видим, что там часто несправедливо с нами поступают, и мы не видим, чтобы мы где-то поступали таким образом, и мы понимаем, что, ну, значит, что-то не совсем, вот. То есть, когда мы не знаем четко правил, как нужно смотреть, и на что нужно смотреть, тогда мы не видим взаимосвязи со своими действиями, и сейчас, ну, в принципе, психология к тому же и приходит, да, что, когда люди занимаются глупотловой, они видят, что есть такие понятия, что, как говорят, что в сфере это зеркала, да, и вот, кто такой Майкл Руч? Это человек, который, он Геша, во-первых, то есть Геша, это как профессор, он 25 лет учился бульдизму, и это как, и он, ну, получил этот, он сам американец, и кроме того, ему, его лама сказал, что, Майкл, так как ты американец, тебе нужно еще не только сдать этот экзамен, но еще поехать нужно в Америку, там, в Майкл, и заработать за год миллион долларов, используя вот эти знания, вот эти принципы, агранчика алмаза, вот у него есть еще бестселлер, агранчика алмаза, где он говорит вот об этом именно о пустоте. И это человек, который объясняет вот досконально, как использовать вот эти знания в практической жизни. И в первую очередь, это, мы будем говорить еще, это именно во взаимоотношениях, потому что, ну, сейчас, вот, когда наука пришла там с Эйнштейном, пришла к квантовой физике, пришла к пониманию, что взаимосвязи, это вообще самое важное вообще в жизни. И потом все науки, ну, начали тоже использовать это, ну, точно так же, вот я занимаюсь физиотерапией, и физиотерапия тоже пришла, в принципе, к этому уже сейчас, приходит, начинает, и все, многие сейчас направления физиотерапии, они как раз о взаимосвязи в теле. Они не противопоточны каким-то, ну, принципам, там, отдельно, что от этой конечности там делает то, там, или это, а она просто дополняет, как бы, что есть взаимосвязи еще, что у нас есть некие цепочки, там, в теле, вот. И вот это понимание о пустоте, манер ручь его объясняет на примере вот ручки. Я сейчас буду задавать вопросы, и буду, ну, давать во время ответить на них, потому что, ну, на первый взгляд, это вопросы элементарные, и, и объяснение, ну, вот, ручки, оно тоже, на первый взгляд, элементарное, но, если мы углубляемся, то мы понимаем, что мы вообще не можем его понять, на нашем уровне сейчас, на котором мы есть. Ну, это то, о чем говорил Эйнштейн, то есть сейчас постарайтесь очень быстро отвечать на вопросы очень ясно, не мудренно, а вот очень ясно, вот что слышите, кто отвечает. Майкл Руч рассказывает, как он консультировал каких-то лордов, он, ну, консультировал в день финансовых вопросов. British Airways компания. Да, да, и он говорит, ну, англичане, они такие серьезные, они, ну, шутки у них тоже особенные, и им задаешь, когда элементарные вопросы, они не отвечают, они как, уходят по-английски через окно, да, они не отвечают на глупые вопросы, вот, и вот, что это такое? Ручка. Вот, и если сейчас зайдет, например, забежит сюда маленький щенок, и я у него помышу, вот, перед носом этой ручки, скорее всего, что он будет делать? Пробует на зубнюхать, а потом пробует на зубнюхать. Возьмет, скорее всего, забирает мне, как палочку. Вот, то есть, видит ли щенок этот предмет как ручку? Нет. Не видит. Не видит. И, получается, что мы видим как ручку, щенок не видит как ручку, а кто прав? Каждый по-своему. Да. То есть, и, получается, мы, люди, используем это как ручку, щенок использует это как палочку, как и кружку. Вот, и, если мы, предположим, сейчас мы, я положил ручку на стол или на пол, и все ушли, и люди, и все собачки убежали, все щенки ушли, то чем вот эта ручка, ну, является вот в этот момент, когда никого здесь нет? Что это будет делать? Ничем. Ничем. Почувствовать. Ну, это как пустотный, да? Да. Сейчас вот этот момент важно почувствовать вот здесь. Внимание вот сюда вот, пустоте. Как это? Как это ничем? Это очень сложно. То есть, это не будет ни игрушка, ни палочка, ни ручка, ни то, ни другое, получается. И мы таким образом, как бы, и пытаемся объяснить, что это такое вот эта пустота, о которой говорилось еще в древности, и о которой очень сложно все объясняют, и часто мы объясняем, сами не понимая этого еще. Вот мы сейчас объясняем, мы пытаемся понять, мы объясняем в первую очередь для себя, получается, чтобы мы сами это поняли. Вот. И нет ничего более сложного вообще в мире вот этой пустотности. Нет ничего, что более сложно понять. И вот это, получается, и есть объяснение пустоты. И если мы представим, что вот лежит эта ручка и входит в комнату человек. Вот я вхожу в комнату, и в этот момент, когда я вхожу, когда я смотрю, ручка становится ручкой, получается. То есть, откуда, получается, это происходит? То есть, эта ручка становится ручкой со стороны ручки? Да. То есть, это становится с моей стороны. И попробуйте сейчас вот это сделать движение от ручки. Да, или от своей ручки, или от моей. И попробуйте сделать, как представьте, что она сама от себя, или что она с вашей стороны становится ручкой. То есть, она никогда не происходит со своей стороны, а всегда происходит с моей стороны. То есть, я ее, получается, делаю ручкой. И могу ли я, если она происходит из меня, могу ли я взять и сделать из нее что-то другое? Как говорят, позитивное мышление, я буду говорить аффирмации, и вот я хочу сделать из ручки алмаз. Я закрываю глаза, и там, это у меня алмаз, это алмаз, алмаз. Давайте все закрывайте глаза и представляйте, что это алмаз по дереву. Алмаз, 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 давайте от меня происходит, что алмаз, ну не получается. То есть, вот эта штука не работает. То есть, мы не управляем этим. Оно происходит от меня, но я этим не управляю. Вот прямо сейчас не управляю. Получается, что существует вот некая энергия, и мы называем это, что это, как семена в сознании. Которые открываются, когда я вижу ручку, автоматически, это не я делаю. Это происходит автоматически. Они открываются, это вот как Ирина Хирман вчера говорила, вот ключник и ключ. То есть, я этим не управляю. Это автоматически, это законы природы. Мы говорим об этом понимании пустоты, как о гравитации. Знаю я о гравитации или я не знаю, не важно, она работает. То же самое с этой пустотой. Знаю я, что ручка от меня происходит или не знаю, это ничего не меняет. В любом случае она происходит. Это законы природы, они работают. Но вот эти семена в моем сознании, это и есть вот это понятие кармы. Это то, что я посадил в прошлом. То есть, вот это знание, умение использовать ручку, это то, что я заработал, скажем. Это то, что я делал раньше, то, что я пришел к этому, что люди изобрели эту ручку, что я вижу ручку и мне не надо думать, что же это такое. То есть, это автоматически, я сразу, моментально знаю, что это ручка. Вот, и вот это то, как все в мире становится тем, что оно есть. Тем, что оно есть. Не только ручка, а весь мир. То есть, вот это кресло, вот эта книга, моя жена, вот вы все, это получается, вы все происходите из семян в моем сознании. А я из семян в вашем сознании. То есть, это вы меня посадили в прошлое. То, что вы сейчас послушаете нас, то, что вы сейчас здесь на Гамаюн приехали, то, что вы сейчас находитесь здесь, это открываются все время семена. И говорится, что этих семян открывается 65 в секунду. То есть, это как такое кино, которое крутится, которое мы записывали где-то раньше, но оно нет какой-то последовательности. Есть механизмы, и сейчас расскажет Даша, каким образом эти семена поливать. И вот это Майкл Руч, он как бы создатель нескольких таких институтов. Это институт окружающего алмаза. Почему, как здесь говорится об алмазе, это есть алмазная сутра Будды. И алмаз, он, это самый прозрачный предмет, который существует, который известен людям. И это самый твердый предмет. И вот огранщики алмаза, это люди, которые, получается, ограняют самый твердый предмет. То есть, как можно с ним что-то сделать, если он самый твердый. То есть, это такое как искусство, это волшебство вообще. И вот то, что с нами происходит, когда мы начинаем использовать вот эти знания на практике, это волшебство тоже. Когда мы учимся, когда мы начинаем использовать это со своими близкими в отношениях, в наших финансовых вопросах, везде. Это, в основном, начинают происходить чудеса. Ну и... Четыре шага, да? Да, вот. Как бы, ну, давай. Вы Вас запутали, я надеюсь, уже, или еще? Запутали? Сколько пунктов удовольствовано считать в ручке, в рамку про ручку? Я вообще, честно говоря, засыпаю. В моем случае, как-то сложно воспринимается, да. Это сложно воспринимается. Я Вам хочу сказать, что мы в последнее время друг на друга смотрим исключительно вот как на ручку. Как на то, что происходит из меня. Ну, мы стараемся это делать, но это не получается. Да. И тут вопрос, да, возникает, вот, собрались поговорить об отношениях и начали рассказывать про ручку, как это вообще связано. Связано это следующим образом. Что самое главное вообще у нас с Вами есть для того, чтобы создавать решение? Что самое главное? Потребность. Потребность. При помощи чего мы их создаем в отношениях? Общение. Общение. Откуда исходит это общение? При помощи чего я так или иначе общаюсь? Ум тела. Ум тела. И чуть дальше мы идем немножко. Это наше мировоззрение. Мы общаемся с людьми так, как, по сути, воспринимаем этот мир. Так это реально. Мировоззрение. Если мы с Вами начнем говорить, допустим, с человеком там без определенного места жительства, ну, который сидит, допустим, где-то там в грязной одежде, он будет достаточно убедителем в том, в своем мировоззрении, в своем мировоззрении, почему он сейчас здесь, да? Если мы с Вами, допустим, так как я уже 17 лет занимаюсь семейным консультированием, я буквально, знаете, как говорится, я по голосу могу определить, что у людей в семейных отношениях со спины могут почувствовать, верные эти люди, неверные, хорошие, развивающиеся у них отношения или нет. Но, когда ко мне приводят родители на консультацию, говорят, вот моим детям так нужна консультация, так нужна консультация, у них не складываются взаимоотношения. Конечно же, я сразу понимаю, что есть проблемы взаимоотношения в первую очередь у кого? У самих родителей. Ну, хотят ли родители решать этот вопрос? Как правило, нет. Почему? Потому что это сложно, потому что это тяжело решать взаимоотношения, улучшаться со своим мужем. Потому что намного проще получить любовь и принятие, и уважение от кого? От мужа или от детей? Особенно, если это маленькие дети. Это сегодня, как буквально, знаете, у нас на Украине где-то плюс-минус официальная статистика 85% развода. Как это происходит? Все зависит от моего мировоззрения. Как правило, зачем люди вступают в отношения? Есть ли среди ваших знакомых люди, которые делают этот шаг совершенно осознанно, проработав себя, понимая, какую миссию человек несет в эту жизнь? Много у нас таких людей? По какой причине люди женятся? Страх одиночества? Страх остаться одним? Страх, что у меня не будет детей? Женщины после 30 ко мне приходят и говорят, что «Ой, я, наверное, уже хочу родить для себя». Понимаете? Это нонсенс с точки зрения того, как устроен этот мир, если мы с вами будем дальше продолжаться. Но нет в жизни момента, когда я могу сказать себе вот для себя, «Я больше не учусь, Даша, ты уже умная, сколько можно, хватит». На протяжении последних 15-17 лет у меня нет выходных, когда я лежу, ничего не делаю. Телевизор, конечно же, мы не смотрим телевизор, но мне когда его смотреть. Потому что мы все время находимся в обучении. У меня три образования, у Стаса два образования, только официальных, государственных. А постоянно это какие-то повышения квалификации, мы очень много путешествуем, мы очень много занимаемся благотворительностью, очень много. Я думаю, ты так примерно уже знаешь, потому что Алена – это человек, который как раз проходит у нас курс, в конце уже скажешь пару слов вообще, о чем этот курс для тебя, да? Вот, и поэтому, скажем так, 10 лет, где-то с 2002 года, меня захватили очень расстановки. Конечно же, встреча с Вертом Хейлингером – вот тоже перевернуло мое сознание. Вот, и вот те знания, которые сегодня мы попытаемся вам передать, ну, как «попытать», мы их передаем. Вопрос, насколько, кто готов будет, да, что взять. Эти знания для меня сегодня являются расшифровкой того, что происходит в расстановке. Потому что, на мой взгляд, вот, кстати, я просто понимаю, что многие из вас знакомы с расстановками, да? В чем нам стоит, как специалистам, объединяться? Расстановщики в каком-то смысле объявляют себя богами и прорицателями. Они как бы рассказывают тебе, что они видят и как это будет. Вопрос, так ли это на самом деле? Может ли расстановщик на самом деле увидеть ваше будущее? Вопрос очень большой. И как он будет его трактовать? Вопрос еще больше. Да. Поэтому… Что, что? В гадалки не ходили. Да, в гадалки не ходили. Поэтому это очень большая ответственность. То, как мы с вами воспринимаем эту реальность и передаем ее дальше. В момент правды мы будем сегодня говорить о том, насколько важно уметь говорить о правде. И вот сейчас мы переходим к четырем шагам. Так называемые. Это четыре пункта. Я предлагаю вам их записать. Это основа Майдладовчева Института Ограничника Алмаза. Это центральная… Да. Вы можете забыть… Ну как, забыть про ручку я вам, конечно, не рекомендую. Но, я думаю, ваши семена вот так зашли в вашем сознании, что вы сейчас это слышите. Вы потом дальше начнете это замечать, замечать. Я думаю, что на Фейсбуке многие из вас есть. Вы так или иначе это все увидите. Итак. Золотая, скажем так, четверка. Четыре шага. Как я могу получить то, что мне нужно? Помните вот этот жест, да? Когда мы берем ручку и понимаем, что она вот… Что ручкой она становится в тот момент, когда мы на нее смотрим. Вот здесь вот у нас с вами встроена такая совершенная видеокамера. Потому что вся техника, она создается как? Ну, по образу и подобию нашего с вами тела и мышления. Вот здесь внутри у нас с вами совершенный аппарат. Он не то, чтобы непосредственно внутри поля. Те, кто работает, ну, будем говорить, в расстановках. Вы знаете, что есть так называемое морфогенетическое поле или рационное поле. Как угодно можно называть. Где записывается абсолютно… Где остаются отпечатки абсолютно нашего мышления. Я вам скажу, допустим, какая связь. Если я постоянно недовольна своим партнером. И этот отпечаток постоянно есть в моем сознании. Как вы думаете, во что это прорастает через год? Если у меня все время внутренние претензии, я могу сказать. В болезни. В измене очень часто. Ну, соответственно, потом в болезни. Нет ни одного партнера, который бы не изменял мне по причине того, чтобы я где-то внутри, на самом деле, не создавала для этого условия. Нет. Человек не может делать для нас то, что мы его не заставили делать раньше. Мы с вами живем в природе материальных вещей. Возьмем семечку. Просто подсолнух. Мы с вами выросли на этих полях. Мы сажаем в своем сознании вот такую вот мысль. Что там наш партнер? Я, конечно, м-м-м-м. Ну, это славно уже. Дети. Столько лет вместе. Пусть они будут рядом с нами. Я сажаю это семя в виде отпечатка. Ну, скажу так. Если мы будем удивляться в пантовую физику, то каждую секунду открывается 65 семян. Соответственно, каждую в минуту сколько мы садим семян? Кто может посчитать? 65. 3600. Больше. Это в районе 4000. Семян. Да. Карма гарантированно прорастает. Это не работает так. Правословно, правословно. Мы с вами все зависим от негативного мышления. У нас у всех оценочное мышление. Мы всегда хотим быть лучше, быстрее и веселее. Соответственно, в нашем сознании есть кто-то, что хуже, грустнее. Понимаете? Мы так мыслим, и это болезнь. Я бы вам так больше сказала. Это гарантированное мышление нездорового человека. Сажаем мы эти семена, и через два дня эти семена превращаются уже в маленькие ростки. А то, что мы сегодня с вами имеем в наших отношениях, в нашем бизнесе, это уже деревья. Это не просто подсолнце. Это деревья. Понимаете? И только лишь очень умные люди с очень сфокусированным мышлением могут отследить причинно-следственную связь. И только очень правдивые люди могут признаться себе, что когда-то в детстве они ненавидели свою маму и желали их себе. И точно так же, вступая в отношения со своим мужчиной, через какой-то период они начинают испытывать к нему те же самые чувства. Потому что механизм восприятия мировоззренческой позиции она так во мне устроена. О чем это говорит? Это говорит о том, что если я что-то хочу в своей жизни получить, а я хочу какие отношения? Я хочу самые лучшие отношения, я хочу на сто процентов отношения для себя. то мне это нужно дать кому-то другому. Моя совершенная видеокамера должна записать вот этот вот процесс того, что, помните, как у меня с пути их рука дающего, что щедрость причина богатства. Единственная причина, по которой человек может быть богатым – это щедрость. Не путаем с расточительством. Опять же, нужно иметь очень острый ум, чтобы понимать, в каком направлении нужно быть щедрым. И вот из этого всего мы подошли к четырем шагам. Пункт номер один. Я сейчас попрошу вас всех это сделать, потому что это глобально продвинет вашу жизнь во всех сферах – и в бизнесе, и в личной жизни. Мы не разделяем бизнес и личную жизнь, потому что бизнес – это тоже построение взаимоотношений. Если ты не умеешь строить качественные взаимоотношения в семье, то как бизнесмен… Я не говорю о бизнесе, где человек случайно заработал денег, моему все дружно позавидовали. Как говорит наш учитель, не завидуйте. Успех у всех в этой жизни – он не долг. Потому что у всех есть негативное мышление, и после вот этого успеха обязательно будет падение. Я думаю, в вашем окружении есть такие люди, где вы наблюдали вот эту вот экспоненту восходящую, а потом падающую, понимаете? И ты такой, ну вот же, я же говорила, что вот дай прайся этот Петя с тремя-то бабами. Вот нельзя было. Когда этот Петя был на пике, ему никто в лицо это не мог сказать. Ну, потому что Петя был миллионером, ну, условно, и все хотели у него попросить в дом. А когда Петя остался у разбитого корыта, и все женщины от него отказались без денег, тогда Петю можно что-то? Ну, рассказали Пете, как мы его ненавидели тогда или, собственно, понимаете? Итак, первый шаг – это сформулировать одним предложением свою цель. Очень четко, очень конкретно. Это очень сложный шаг. Потому что мы настолько много с вами хотим, наше мышление настолько прыгающее, чтобы сформулировать одним предложением четко, чего я хочу, у некоторых людей на это уходят. Я не буду говорить сколько, чтобы не сажать семена в вашем сознании. Но я об этом подумала, и это тоже посадило семена в вашем сознании. Сейчас мы хотим через другу, мы же не хотим. Да. Это должно быть что-то такое реально, в чем вы действительно нуждаетесь. Шаг номер два. Найдите человека, который хочет того же. Да. Если это бизнес, это может быть ваш конкурент. Мы именно так со Стасом и работаем. Конкурент? Да? Конкурент? В мире нет конкуренции, на самом деле. Конкуренция – это мышление нищего человека, бедного, который не знает, что щедрость – единственная причина богатства. Люди, конкурирующие из состояния зависти, вы все будете наблюдать через год у них, через годы резкое разорение, резкое падение. Шаг номер три. Вы нашли этого человека. Я не могу сказать, что это очень легко сделать, но это очень интересно точно. Шаг номер три. Раз в неделю вы договариваетесь о встрече с этим человеком в кафе, желательно в кафе, не на своей территории, чтобы вы чувствовали себя одинаково, будем говорить так, на рамках. И инвестируйте в этого человека минимум один час своей жизни. Минимум один час своей жизни. Как вы думаете, что самое дорогое в нашей жизни? Почему? Его невозможно купить. И вернуть. Ну, его можно потратить сразу за целью, и это важно. То есть, можно в это время делать то, и в другую, и, наверное, это самое ценное. То есть, ценность появляется в зависимости, что ты сделаешь. Да. Да. Люди, которые поняли, что ценность времени 70% своей жизни тратят на благотворительность и помощь другим. Потому что они понимают, что их видеокамера, если я хочу от этой жизни получить максимально...